Бахджан Сагентаев продолжает цикл традиционных встреч с алматинцами в формате свободного микрофона. Сегодня Аким провел обстоятельный разговор с жителями Медеусского района. Задать вопросы градоначальнику пришли порядка 500 человек. На предыдущие встречи горожане адресовали около 80 обращений. Просили помочь с водоснабжением, газификацией и дефицитом ученических мест. Больше половины проблемных вопросов уже решены. За содержательным диалогом следила Рамина Мирзалимова. С жителями одного из самых крупных и густонаселенных районов Бахджан Сагентаев встретился вновь спустя 4 месяца. За это время в этой части города благоустроили больше 80 дворов, модернизировали арыки, провели ремонт 11 улиц. Обо всем этом горожане просили Акима на предыдущие встречи. Тогда все запросы в местном исполнительном органе взяли на контроль. И вот сегодня перед очередным собранием глава района в деталях рассказал, как реализуются поручения. В текущем году уже завершено строительство линии наружного освещения по 19 улицам в общей протяженности более чем 32 километра. И установлено 1084 светоточек. Уважаемый Бахчан Абирж, в рамках вашего поручения на следующий год полностью, чтобы завершить по строительству уличного освещения, работа ведется совместно с управлением энергоэффективности. Это строительство линии наружного освещения, 268 улиц, 27 дворов. Протяженность составляет более чем 207 километров. Встреча главы мегаполиса с жителями Медеевского района проходит здесь, в Национальной академии наук. Для удобства людей микрофоны поставили в три ряда. Помимо актуальных вопросов, касающихся водоснабжения, освещения и дорог, звучали просьбы установить лифты в домах, убрать назойливую шашлычную и кое-кто даже пришел просить профинансировать свой проект. Одна из жительниц района рассказала Акиму, что организовала у себя дома приют для бездомных женщин. Благую инициативу Бахчан Сагентаев поддержал и поручил применить этот опыт в других районах. Многие многодетные матери, рожая много детей и усидевшись дома, они остаются без профессии. Я вас хотела бы попросить, моя жилищная площадь позволяет, могли бы мы расширить это, но требуются кое-какие материальные средства, а у нас в законе нет, в бюджете не заложено для содержания таких домов. Именно для многодетных матерей, оставшихся без дома. Я вас хотела бы попросить, что в перспективе вы, если есть такая возможность, включили бы в государственное финансирование такие дома. Готовы организовать такого рода социальные дома, город готов поддерживать материальное. Потому что самая большая работа организационная и сам процесс работы с многодетными матерями проводится такими активными женщинами. Нам только остается сказать огромное спасибо, мы у себя рассмотрим, это хорошая идея. С каждой подобной встречей диалог Акима и жителей становится более обстоятельным. На этот раз большинство обращений коснулись озеленения, ремонта коммунальных сетей и поддержки многодетных матерей. Свой волнующий вопрос задал житель одного из микрорайонов. По словам мужчины, на территории жилых массивов Думан-1 и Думан-2 хотят расширить границы кладбища Кенсай-2. От такой инициативы горожане, мягко говоря, не в восторге. Близлежащая к этим жилым массивам территория, там 92 гектара, запланировано расширение кладбища Кенсай-2. И этот вопрос был, мы узнали об этом только в прошлом году, ровно год назад, когда начали строить ограждения. Согласовано с жителями, к сожалению, рядом с проживающими не было. Я не буду говорить о том, что с какими нарушениями был этот проект начат, потому что там нарушения и санитарно-эпидемиологического режима. От ближайших жилых массивов ограждения были поставлены самые ближайшие на расстоянии 2-3 метра. Границы определены. В районе 15 гектаров площадь захоронения ближе, он дальше не пойдет. Такое решение уже есть. Приказ спецкомбината ритуальных услуг, я завтра вас ознакомлю. Прозвучало на встрече немало предложений. Создать, к примеру, студенческие приемные, чтобы молодые люди смогли рассказать о своих проблемах и получить консультацию. Выступили с инициативой о создании центра поддержки родителей, воспитывающих детей инвалидов. Бахджан Сагентая выслушал, записал и обещал рассмотреть. А еще речь зашла о дефиците ученических мест. На прошлой встрече поднимала вопрос по поводу 48-й школы. Получается, у нас школа построена в 64-м году, капитального ремонта ни разу не было. Школа переполнена. И за это время, вот за 4 месяца, нам никто конкретно не ответил. Будет ремонт, будет строительство нового здания. Что нам делать? Нам кто-то ответит на этот вопрос? В целом проблема по городу, не только по 48-й школе. Мы все вопросы изучаем. У нас сегодня 30 тысяч дефицита по городу. Если ничего не будем делать, за два года мы дойдем до 50 тысяч. В связи с этим мы сейчас применяем, начали работать по применению механизма государственного частного партнерства. В следующий год в большом количестве начнем строить новые школы. По тем школам, которые, допустим, в Медеевской, в Остандыгской, в центре кто находится, в Малинске, территория, если будет позволять, мы будем пристройками заниматься. Работаем, вы не переживайте. В рамках проекта «Жасла Алматы» в районе уже посадили свыше 112 тысяч саженцев. Однако жители продолжают жаловаться на количество аварийных деревьев. Снос аварийных деревьев производится отвратительно. Я живу напротив 29-й школы, там школа, два садика рядом, дети ходят, да? Два аварийных дерева находятся там же, в той же стороне. Мы будем ждать, когда кому-нибудь на гол упадет. Вы сейчас выступаете, говорите, что вот пока будем ждать, пока дерево упадет, не упадет. Но многие говорят, а зачем вы вырубаете? Вот ищем баланс. Бернет Жакбайсен в Лай-Айтхандах, да? Не всем угодишь. Но в то же время мы должны, раз мы взяли такое направление, что мы будем открыты с вами все вопросы обсуждать, если деревья, пусть даже они будут аварийными, то мы должны сказать, что это аварийные деревья, поэтому мы их убираем. Проблем в Медеуском немало и решение обязательно будет, заверил Аким. Результаты Бахаджан Сагентаев пообещал обсудить на следующей встрече. На все поставленные заданные вопросы будет решение. Точно так же где-то весной, март-апрель мы соберемся с вами, отчитаемся о том, что сделали по вашим сегодняшним проблемным вопросам, какие решены, по каким дали разъяснения, по каким будут приняты системные решения. Кстати, теперь пожилые люди смогут кататься на катке Медеус совершенно бесплатно. Об этом глава мегаполиса заявил, подытоживая трехчасовое собрание. В планах у Акима на ближайшие дни встретиться с жителями Алмалинского и Бустандыкского районов.